Первый раунд у нас начинается. Идет такая осторожная, я бы сказал, приглядка. У Агунаньи замечательное имя и прозвище, чтобы ему подставить. Фрайрей, пятница. Ну, как известно, пятница хорошо сочетается с 13-м числом. Так вот, кличка у Агунаньи 13-й. Ну, вот первая проверка, такая пробная серия. Самый сильный был удар по корпусу, последний у Султана Ибрагимова. Агунаньи ничего пока не сделал фактически. Так, вот здесь не очень удачный оператор скрыл. Но, по-моему, удар слева дошел у Ибрагимова. Ну, вот так, видимо, и будет целить своей левой рукой. Да-да-да, в разрез между перчаток Агунаньи и Ибрагимова. Сейчас тоже другой классический удар Лепши по печени, под локоть ударил. Левый по корпусу, правый в голову. Еще раз удар слева в исполнении Ибрагимова. Ну, по-моему, он не хочет делать лишней работы. Вот уже в который раз мы с вами видели левый по печени. И после этого комбинация в голову. Он не намерен просто так бить в зону Султан. Он не собирается, как мне кажется, просто так расходовать силы. Единственное, мне кажется, что Султану следовало бы немножко больше использовать свою великолепную правую руку. Переднюю руку, так как он левша. Замечательный боковой удар, которым он многих управлял в нокаут. У нас уже второй раунд. Опять мы видели, как Ибрагимов, да, пока я говорил, он сделал это еще раз. Нанес прямой левый в разрез между перчаток огунами. Мы этот удар с вами увидим сегодня, если бой затянется множество раз. Потому что это главное оружие любого левши против правши. Когда боксеры стоят в зеркальных стойках, то они вот открыты под этот прямой удар с задней руки. Вот попытался свое аналогичное оружие использовать огунания. Пробил сам в разрез справа. Но мне казалось, что видел хорошо по корпусу. Опа! И боковой такой в голову пробил Ибрагимов. Прервал ему интересную мысль, но я ему только за это благодарен. Ибрагимов. 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 Еще видите, разнообразен. Султан, он бьет вот этот удар слева, немножко под разными углами. Он видит, что уже присмотрелся что-лик ударом в разрез огунания. И ударил его так чуть-чуть сверху. Не совсем по классике, неправильно что-ли. И пропустил огунание. Надо сказать, что очень свободно себя чувствует в ринге Султан Ибрагимов. Опять, в очередной раз, еще раз, вот в разрез попал слева. Огрызается немножко огунания. Но, конечно, второй раунд, как и первый, он проигрывает. Давай, давай! Давай! Видите статистику по выброшенным нанесенным ударам. По нанесенным 37-16 в пользу Султана Ибрагимова. По-моему, это наглядно было видно и без всякой статистики. Правда, на мой взгляд, на самом деле действенных ударов со стороны огунания и 16-го-то не было. А вот Ибрагимов в одном этом эпизоде провел штук пять. Правда, огрызнулся левым прямым огунанием и тут же получил еще и по корпусу. просто пробивает между перчаток Султан. Еще стоит так неудобно для соперника. Ну, в общем-то, никуда не торопится. Очередной удар слева в разрез. Вот мы сейчас видим его с вами под другим углом. Правда, сейчас не очень точно было. Чуть-чуть смазано. Ну, там точных ударов хватает для бедной пятницы с лихвой. Вы, кстати, не удивляйтесь, что он все никак не падает. Огунанье славится очень он крепкой головой. Да, у него три поражения, но только один раз он проиграл досрочно. Это было в прошлом году. Он проиграл огромному американцу, очень сильному, Лэнсу Вытекеру. Но и там не было чистого нокаута. Просто бой остановили, так как Вытекер стал его забивать. Может быть, Огунанье очухался бы и смог бы продолжить тот бой. Хотя трудно сказать. Но так или иначе, удар он держит просто великолепно. Вот, сейчас он показал в очередной раз. Опа! Это но и дело вовсе не в том, что не только в том, что судья открыл счет, а дело в том, что это был настоящий нокдаун, удар справа, неожиданный в самом конце раунда. четвертый раунд до неприятно прямо скажем закончился третий раунд сожалению мы с вами не видели повторов это повторы мы не смогли показать причинам независимым от нашего канала так что дамы и господа прошу нас не винить в этом иногда он был настоящие там был такой правый удар справа такой боковой полубоковой по параболе шел очень сильный и неожиданный султан не был потрясен этим ударом ни в коем случае но иногда он не смог и этот нокдаун выровнял счет бою по судейству записку я напомню что судьи дают победителю обычно 10 очков убежденному 9 за нокдаун снимается еще одно очко соответственно два раунда брагимов выиграл 10 9 третий раунд огунание 10 8 так что теперь все приходится начинать с начала в четвертом раунде который брагимов проводят неплохо все-таки похуже чем первые два огунание несколько вот хороший удар слева огунание несколько усыпил бдительность султана не то чтобы он планировал это то получилось само собой мало бил такая резкая контратака была совершенно неожиданно как бы не логичность эти того что происходило на ринге перед этим правый боковой хорошо заканчивает у брагимов очередной раунд уже пятый раунд я бы покривил душой если бы сказал что предыдущий раунд мне очень понравился мне кажется что сунтан как бы все время думал о том чтобы избежать ошибки которые допустил в третьем и правильно делал ни в коем случае нельзя после нокдауна бросаться отчертя голову чтобы поскорее рассчитаться так как школьники в драке себя ведут боксер выступающий на хорошем уровне подобного себе позволить не может потому что слишком велик шанс на то чтобы на то что нарвешься на встречный удар и будешь считать лампы на потолке или изучать в подробностях ткань которая покрывает ринг так что султан и брагимов все делает абсолютно правильно действует очень выверенно но все таки на мой взгляд немножко пассивно агунани очень себя поверен такой психологически важный момент необходимо его обломать сейчас потому что это дает колоссальное психологическое преимущество когда боксер чувствует что вот он на коне что у него получается ничего у тебя не получится шестой раунд ну что мне кажется что султан и брагимов статус-кво в общем восстановил ну вот вам мнение независимого арбитра как оказалось совпадает с моим что все раунды кроме третьего султан выиграл да и третий бы выиграл если бы не зевнул один удар единственный вот видите попал агунами точным прямым в челюсть и опять попал но пропустил уже после попадания не сумел выйти из атаки брагимов-то устоял и еще ответил слева и ответил лучше чем это атаковал агунаньо но султан наверно правильно сделал не повторил ошибки агунани не бросился так вот очертя голову добивать вот правый боковой мы увидели в исполнении султана и брагима очень хорошо он бьет этот удар почему-то в этом бою им мало пользуется хотя как раз удобно в бою с правшой оппа опять опять правый вразрез и снова бьет агунани султан видит эти удары он пригибает голову они приходят несколько вскользь но все равно неприятно нет здесь не очень точно получилось и брагимова но тем не менее раунд он выигрывает осталось только удержать концовку мне показалось что ой нет но это не нокдаун это вы видите там в углу налито много воды вот 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 видите который сейчас вытирают и султан просто поскользнулся это довольно обычная проблема закончился раунд мне кажется что брагимов в этом раунде был точнее да вот повторном показали мы сами видели что султан поскользнулся не в момент своего удара а это вот тот самый эпизод в начале раунда о котором я говорил когда после пропущенного удара султан очень удачно контратаковал да 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 и таких эпизодов было много вот он так что выиграл и брагимов и шестой раунд так что пока на мой взгляд он только в третьем раунде за нокдауна потерял два очка седьмой раунд ну вы сами видите статистику по ударам 98 52 почти двукратное преимущество по нанесенным ударом у Ибрагимова который к тому же и бьет и сильнее так что качественный перевес тоже на его стороне по-моему сейчас пробил так вокруг руки Ибрагимов левый боковой видите чуть-чуть нарастил скорость султан и почти все стало долетать до цели но чуть-чуть замедлился видимо до следующего эпизода такой неудобный удар справа длинный не совсем понятной траектории доходит увидел сейчас атаку агунами ушел вниз но это такой не очень удачный защитный прием потому что ты защищаешься от этой атаки но не от последующей если противник продолжит что и сделал султан и там пропустил несколько ударов агунами но сейчас что-то ему наконец удалось сделать в ответ он гибкий и неплохой очень боксер хорошо корпусом защищается просто прекрасно защищается корпусом то есть без помощи рук клонами, нырками руки остаются свободными для атаки хорошо ушел из угла Ибрагимов не дал себя там зажать по-моему скидзо прошел ударов по-моему скидзо прошел ударов по-моему скидзо прошел ударов из угла султану все время кричат руки подними наверное правильно не наверно наверняка правильно восьмой раунд да ну как видите это независимый арбитр по-прежнему считаю что все раунды кроме третьего выиграл Ибрагимов стойкий парень этот агунанье и вы знаете относится к тому неприятному типу который во время боя может приспособиться к сопернику первые два раунда прошли так что казалось что поединок вообще особо не затянется вроде слившой не очень умел работать агунанье а потом так присмотрелся и хотя он проигрывает раунды но не очень большим отрывом и всегда остается опасен он всегда может неожиданно контратаковать бьет под разными углами по моему передняя рука у него не очень зато справа очень работает хорошо нет ну так выигрывает конечно султан неприятно я бы сказал ему достался соперник сегодня соперник против которого трудно хорошо выглядеть сейчас красиво так справа джеб сначала над рукой провел султан а потом левый вразрез ну и концовочку раунд выиграл конечно раунд за Ибрагимова хорошо и почувствовал да 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 не надо пивать ну вы видели чем закончился предыдущий раунд легкой потасовкой но все в пользу Ибрагимова а у нас уже девятый раунд рассечения там да рассечения у Агунанье давайте посмотрим повтор видите как оно произошло